Первая сессия имеет свои особливости, значное место в ее работе, займая организационная частка. Сгодно с 9-м законодавством, сессию открывает старшиня областной выборчей комиссии Алексей Неверов, який еще раз огучивает выники местовых выборов. На 60 мандатов в областный совет претендовали 147 кандидатов. 40% обранных были депутатами областного совета попередника скриканья. Каждый четвертый депутат Жанчина – 59 человек, мать вышедшего в эдукацию. Криху Бочек Палова – 32 человеки, во взросле 41-е годы 50-е годов. В новом составе так само представники трех политических партий, и, видимо, самые главные по часу работы сессии выборы нового старшиня областного совета. Я хотел бы поддержать кандидатуру Екатерина Анатольевна Зинкевич. Около 10 лет мы рука в руку работаем в системе организации Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. И не понаслышке я знаю о тех успехах, которые имеет Гомельская область, по линии, которую возглавляет на сегодняшний день Екатерина Анатольевна. Распоряжение государственным имуществом, вовлечением в хозяйственный оборот позволяет нашей области на протяжении многих лет занимать лидирующие позиции в этой части. Это на сегодняшний день является, на мой взгляд, актуальным, особенно по тем задачам, которые сегодня поставил президент. Это создание рабочих мест, это вовлечение имущества в хозяйственный оборот. Добра зачливость, отказность, потребованность за себя и подначальненных, самокритичность. Депутаты перелечивают деловые и особистые якости претендента и переходят до тайного голосования. Для проведения выборов нового старшиня Гомельского областного совета депутатов подректовали две кабины для голосования и урну. Урна, как видим, прозрисца, заразу ничего нема. Просто некаких хвилин. Усе депутаты термают бюллетени и начнется непосредственное голосование. После подлеков голосов становится вядома новым старшиней Гомельского областного совета депутатов Абрана Катерина Зинкевич, которая на протягу девятих годов была директором фонда Гомель-Абл-Майомость. За ее кандидатуру проголосовали усе депутаты. После протягу работы сессии новый керавник выказывает поддяку за довер и каже, что ее головная задача на новой посаде развитие территории. Причем эта задача будет решаться в тесном взаимодействии с органами ваконавшей улады. Наведение порядка на земле, на всех территориях. Конечно, это работа предприятий. Конечно, это насущные проблемы каждого жителя. Мы сегодня должны помочь каждому желающему гражданину Республики Беларусь, Гомельской области, как трудоустроиться, так и организовать свое собственное дело. Подчас работы первой сессии депутаты обрали наместника старшине областного совета. Им стал головный урач областного шпиталя ветеранов войны Олег Киванцов, а так само затвердили состав президента совета и пяти постоянных комиссий. Олег Сентеров, Йорген Макейенко, Телерадо, компания Гомель.